Очень много эфиров, очень много высказываний различных людей, что у нас на определенных стадиях, когда мы либо убираем еду полностью и жидкость, либо когда мы входим в определенные состояния, то у нас начинается как ядерный реактор такой в животе. Что такое живот, для чего он нужен? Кто-то говорит, что чувствует огонь. Огонь бывает горячий, бывает холодный огонь внутри груди. Да-да, именно холодный огонь. И я сегодня поясню, что это такое. Когда вы его почувствуете, вы уже ни с чем не спутаете это состояние. Живот – это живо. У меня в этом клубе точно есть, как минимум в этом клубе, может быть, даже в открытых эфирах, не уверена, но, скорее всего, в этом клубе точно есть, где я проводила эфир, и я рассказывала про, как появляется ребенок, что такое живот. Живот – это живо, это то, откуда начинается наша жизнь, откуда начинается формирование новой системы ДНК, нового плода. И, конечно же, живот, почему у нас все недуги, все болезни идут в первую очередь от пищи. И, наверное, я следующий эфир сделаю… Я сейчас запишу, иначе я забуду. Следующий эфир, наверное, я сделаю про почки. Почему про почки? Потому что, когда мы находимся в определенном состоянии, в определенном состоянии у нас происходят в организме определенные процессы, которые привлекают кровоток, который там… Почка у нас чистит азотистые соединения в крови, и, в общем, процесс происходит определенный. Не буду сейчас забегать вперед, тогда напишу почки, следующий эфир. Вот, это тоже про чувствование тела. Все. Так вот, живот – это живо. Это живо, это то, с чего начинается вся наша жизнь. Это начало нашей жизни, начало того, что формируется. И именно почему изначально я всегда говорю, что в первую очередь это нужно отредактировать свое питание. Отредактировать свое питание – это его сделать максимально легким, максимально комфортным для вас. Я ни в коем случае не говорю о мясе. Ребят, как бы я вам уже говорила, что я вижу кровь как животных, так и растений. И тут большой вопрос, да, что ты делаешь хуже, убивая животное, или убивая много-много раз растения. Потому что животное только один раз подвергается убийству, а растения много-много раз. Но мы сейчас будем говорить с вами не о тех каких-то критериях, что лучше или что не лучше, где гуманнее, где не гуманнее. Мы не про это говорим. Мы сейчас говорим о нашем организме. И нашему организму, как бы это ни было, на мой взгляд, только на мой взгляд, вы можете делать, как хотите. Животная пища животного происхождения не подходит от слова совсем. По крайней мере, у меня так было. Как только я начинала употреблять животную пищу, у меня возвращались те болячки в очень короткое время. Поэтому я к животной пище отношусь немножечко так не так.